На несколько часов аллеи городского парка превратились в большую спортивную площадку. День открытых дверей – это хорошая возможность увидеть вид спорта на практике. 19 спортивных учреждений Бреста и порядка двух десятков частных школ демонстрировали потенциал своих воспитанников. Провести такой централизованный спортивный праздник, где собраны все виды спорта – идея Брестского горосполкома. Появляются новые интересные виды спорта. В этом году к нам присоединился ДУСАФ со своим пинтболом, причем с двумя отделениями, которые набирают детей в разных точках города. Ушу в прошлом году у нас ушу не было, тоже они появились со своими всеми направлениями. Поэтому я считаю, что мероприятие само по себе будет набирать каждым годом все больше и больше оборотов. Испытать свои силы в любом из представленных видов спорта, а их в Бресте развивается порядка 38, мог каждый желающий. А еще познакомиться с тренерами и задать любые интересующие вопросы. Например, областная из дюшер профсоюзов по видам борьбы успешно готовит спортивный резерв по четырем дисциплинам – дюдо, тейквондо, греко-римская и вольная борьба. За многолетнюю историю здесь вырастили не один десяток юных чемпионов и призеров республиканских и международных состязаний. На последнем чемпионате Европы среди кадетов воспитанники школы остановились в шаге от пьедестала. Это древнее единоборство. Он приносил славу белорусскому спорту и советскому, и опять же белорусскому во все времена. И я считаю, это гордость для мужчины заниматься этим видом спорта. На данный момент и для женщин, и для девочек тоже. Потому что, сами знаете, даже на сегодняшний день в женской борьбе результаты значительно выше, нежели в мужской. К слову, каждый вид спорта требует от атлета определенного набора качеств. Так, в стрельбе пулевой, где главная задача – точно поразить мишень, нужны хладнокровие и спокойствие. В силовых единоборствах, ставящих своей целью физическое и сознательное совершенствование, не обойтись без смелости и силы воли. А вот чтобы добиться чемпионских высот, например, в спортивной акробатике, понадобится не только смелость и хладнокровие, но и чувство ритма. Он вообще затрагивает все сферы жизни, даже ребенка маленького, потому что входит и батутная подготовка, и хореографическая, и акробатика сама. То есть, вообще все, что только может. Музыкальное восприятие, так как у нас упражнение под музыку выполняется, три композиции. Очень популярно, у нас приходит очень много детей разного возраста. Платные группы с 3 до 6 лет. С 6 до 7 лет у нас проходят наборы в группы начальных подготовок. И дальше, конечно, дети растут, взрослеют, добиваются успехов, результатов. От массовости к мастерству этот спортивный диск как нельзя лучше отражает суть праздника. И чтобы стать чемпионом, нужно прийти в спортивный зал и проявить характер.